Наталья, расскажите, пожалуйста, немного о том, что сейчас из себя представляет сеть Макси, в каких регионах есть, в каких форматах работаете? Сеть Макси – это сеть магазинов продуктов питания. Мы работаем в форматах гипермаркет, супермаркет, экспресс-маркет, и в прошлом году начали развивать формат дискаунтеров, но под другим названием, под другим торговым знаком. Традиционно мы присутствуем в северных городах. Родина Макси – это город Вологда, Вологодская область, город Череповец. Также присутствуем в более северных городах – это Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Архангельская область, город Киров, Кировская область, Рыбинск, Ярославль и Ярославская область. А сейчас, на данный момент, магазинов около 80 разных форматов. Насколько сильна конкуренция в тех регионах, где Вы представлены? Конкуренция усиливается с каждым годом. В каждом регионе своя ситуация. Почти во всех регионах есть федеральные сети, всем известные, они хорошо закрывают сегмент магазинов у дома. В сегменте магазинов у дома – это одни и те же конкуренты, они федеральные, они понятные, они известные, с их известностью приходится на конкурентном поле каким-то образом противодействовать этому. Есть также местные игроки. Ну, например, там в Кирове есть своя местная сеть, кировская, достаточно хорошо себя чувствующая там. То есть регион конкурентный как с точки зрения федеральных игроков, так с точки зрения местных игроков, которых там тоже хорошо знают. В Архангельской области, в городе Архангельск также есть местные сети. Там тоже ситуация конкурентная с разных сторон, то есть она такая многослойная. Есть и федералы, есть местные сети. Ну, вот с точки зрения Вологды, Череповца и всей Вологодской области мы лидеры. Это домашний регион. Да, это домашний регион. У нас закрыты там все форматы. Там тоже есть федеральные игроки, но вот местных как раз нет, потому что местные именно мы. Именно мы вот этот сегмент полностью закрываем. Поэтому конкуренция, да, высокая, просто в каждом регионе она по-своему, ну, скажем так, по-своему сфокусирована и там по-своему напряжена. А покупательские тренды и предпочтения, привычки, они как-то от региона к региону меняются? Есть различия такие явные, которые можно выделить? Явные различия, они скорее лежат в части социального и материального благополучия. То есть есть города более, скажем так, индустриальные, с градообразующими предприятиями, более стабильные. Там работать, конечно, проще. Есть города с падающим, падающей численностью населения, менее обеспеченные, где вот достаточно высокий миграционный поток, где, в принципе, более востребован даже формат там дискаунтеров. И вот, наверное, в этом лежит основное вот различие. То есть, ну, доходы и социальный уровень. С точки зрения, наверное, общности, вот сразу я хотела бы отметить, что каждый регион любит свои региональные местные продукты. То есть, да, Вологодский продукт, он известен на всю Россию, но есть еще Архангельский продукт, есть Ярославские производители, есть Рыбинские комбинаты, которые производят продукты питания. И вот здесь вот эта специфика, она, с одной стороны, как бы тренд общий, то есть она объединяет, скажем так, ну, какие-то особенности потребительского спроса. С другой стороны, вот в каждом регионе это какая-то своя такая история, ее надо всегда знать, всегда учитывать. Вот в Кирове, в Кировской области там свои производители. Каждый регион за свое местное родное, и вот свое местное родное любят люди покупать больше, чем даже там какие-то понятные, может быть, Вологодские или даже федеральные бренды. Вот это, наверное, ключевая история. А вы дискаунтеры открывали по какие-то конкретные регионы? Ну, по дискаунтерам программа пока до конца не сформирована. Пилотируется? Да, она пилотируется, это скорее ответ рынку, и основное развитие у нас, конечно, сфокусировано в сети магазинов Макси. Это гипермаркеты, супермаркеты, экспресс-маркеты, это как бы наши основные компетенции, мы в этом работаем давно, хорошо понимаем целевую аудиторию, потому что все-таки целевая аудитория дискаунтеров и там потребности немножко в другой области лежат. А вот целевую аудиторию Макси мы хорошо себя представляем. Понимаем, как с ней, кто она. Вот, да, здесь очень такое значимое отличие от столицы, от Москвы, от Санкт-Петербурга. Это люди такого среднего уровня, это рабочие, служащие, очень много у нас домохозяек, много людей задействовано в малом бизнесе, в своем бизнесе. То есть если взять, например, среднестатистический магазин московский, то ну какая аудитория там жилая, мимо проезжающая и офисная, да, ну вот взять, например, весь город Москва, ну везде есть офисы в пределах Садового кольца, это офисная аудитория. Вот для регионов такой, наверное, особенности нет. Нет как таковой офисной аудитории. Есть люди занятые, либо занятые в собственном бизнесе, либо там наемные на каком-то предприятии. И вот этим определяется, ну, их отношение ко времени, их отношение к деньгам, их отношение там к базовому предложению в продуктах питания. То есть они могут выбирать магазины, они смотрят на какие-то понятные им признаки, по которым они могут магазин поменять или по которым они выбирают товар. И вот эти вот особенности, их надо хорошо понимать для каждого региона, то есть в среднем это определенный там возрастной уровень, определенный социальный уровень. Но вот в каждом регионе есть еще какая-то своя специфика, связанная с тем, где люди работают, как они проводят время, когда они покупают продукты. Это там не всегда вечер, часто это день, не всегда это пятница, иногда это понедельник, не всегда это суббота, иногда это воскресенье. Есть города, в которых люди любят ходить только в торговые центры, то есть им нравится покупать продукты в магазинах продуктовых, расположенных именно в торговых центрах. Это тоже определенная специфика, и она обусловлена не случайным каким-то образом, а тем, как люди живут, как организованных образ жизни, какими-то ценностями определенными. И вот таким отличием от, например, московской аудитории покупателей. Если говорить о новом покупательском опыте, я сейчас так медленно подвожусь к мобильным приложениям и к прочим разработкам современным, которые требуются современному покупателю. Все-таки законодатель моды на, ну, скажем, домашнем рынке, это чаще вы или все-таки приходится за кем-то условно, ну, не то что тянуться, но то, что у людей уже, может быть, где-то такой опыт был, и вы стараетесь просто, ну, его тут же дать и сами тоже, как чаще всего случается. Как правило, это комбинация. Что-то приходит в голову самим, исходя, опять же, из понимания того, что нужно вот в конкретном городе. Например? Ну, вот, например, я буду рассказывать на самом выступлении моментальная скидка в приложении. Приходишь в магазин, открываешь приложение, можешь открыть камеру, отсканировать любой штрих-код на любом товаре и получишь моментальную скидку, твою персональную скидку, ну, например, там на булочку, на кефир, на кофе, на любой продукт. Она будет действовать в течение часа, пока ты находишься в магазине, и чтобы она применилась, достаточно будет просто предъявить карту лояльности из мобильного приложения. Вот это мы придумали сами. Или адвент-календарь. У нас есть такой календарь. Календарь подарков, мы его запускаем несколько раз в год. Он обычно приурочен каким-то сезоном. Идет 10 дней. Смысл в том, что в приложении каждый день тебе открывается подарок, нужно зайти в адвент-календарь, нажать карточку, тебе покажется подарок. Это либо скидка в нашем магазине, либо какое-то предложение от партнеров. Это тоже мы сделали сами. Ну вот поштормили, поизучали то, что нам пишут покупатели. А покупатели нам пишут очень много в отзывах и в рекомендациях. Потому что они считают нас своими, и почему бы им не порекомендовать нам, как нам стать лучше, и чтобы нам еще такое сделать. А есть функции, которые, да, мы смотрим за брендами, за другими, за федеральными брендами, собираем бенчмарк и смотрим, кто что делает для покупателей. Это тоже очень хорошая история. Просто ее надо всегда переосмыслить для себя. Нельзя брать вот в чистом виде, копировать. Надо понять, зачем тебе это надо, какие задачи ты решаешь. Смотрим. Ну да, это комбинация между своими идеями и теми, которые другие сильные игроки уже как-то там прокачали. Логичный и правильный подход. Давайте про мобильное приложение. Как давно, сколько сейчас там пользователей, и это сопряжено с программой лояльности, как я понимаю. Да, мобильное приложение по сути это основа программы лояльности. То есть, конечно, у нас есть пластиковые карты, но они скорее там дань тому возрастному населению, которое привыкло пользоваться вот именно пластиком. Основная история про лояльность, она в мобильном приложении привязана к виртуальной карте. То есть, устанавливая мобильное приложение, вы выпускаете себе виртуальную, электронную карту лояльности. И по сути все вот привилегии, скидки, бонусы, какие-то персональные предложения, они строятся вокруг вот этой персональной карты виртуальной из мобильного приложения. И через мобильное приложение мы много коммуницируем с покупателем. Потому что, если покупатель часто заходит в приложение хотя бы раз в неделю, некоторые заходят раз в день, некоторые заходят раз в месяц. То есть, вариация есть. Но это позволяет нам коммуницировать. Мы отправляем пуши, мы предлагаем в пушах, пуш это бесплатная коммуникация, предлагаем в пушах какие-то предложения, обращаем внимание на старт сезона, говорим о каких-то промо-кодах, скидках. То есть, это возможность для нас коммуницировать. И покупателю это тоже ничего не стоит, потому что приложение у него установлено, он своевременно получает эти предложения, ему не надо никуда заходить. Это не смс-ка, это не переходы на сайты. Очень удобно. Поэтому для нас это вот основа и в дальнейшем будет основой развития программы лояльности для покупателей. Ну, сколько большая аудитория у приложения? Ну, если сравнить вообще с аудиторией сети, например, то какой это процент? Ну, смотрите, у нас вот пенетрация всех карт в чеке составляет 90%. То есть, у нас там 9 из 10 покупателей это с картой, при этом больше 60% с мобильным приложением. То есть, это достаточно высокий процент людей, кто пользуется картой и пользуется ей из приложения. А если портрет по возрасту, получается, что все-таки возрастные люди остались с картой и с мобильным приложением это нам более молодые поколения, да? Ну, чуть более молодые, чем совсем пенсионеры. Потому что мобильное приложение это смартфон, не все пожилые люди готовы пользоваться смартфонами. Хотя здесь, наверное, возраст это просто, ну, какой-то такой шаблон есть, конечно. Люди возрастные, кто с удовольствием приложение устанавливает, у кассиров спрашивает, а чего я еще могу здесь вот, какую кнопочку мне нажать? Расскажите, я хочу быть, я молод, я хочу быть как все. Да, что об этом рынок заговорил там лет 10 назад, и за это время уже, собственно, поколение-то достаточно сильно сдвинулось. Сдвинулось, сдвинулось. Конечно, каждые 5 лет это, ну, добавление аудитории, которая когда-то еще там была в 30-40, а сейчас она там 40-50 уже, пройдет еще 5 лет, и она попадает уже в следующий поток, а это уже, ну. Будем все диджитализированные. Думаю, да, к этому все идет. А вы сказали, что покупатель может прийти, получить персональную скидку, вообще насколько глубоко вы сейчас идете в персонализацию, что вы уже знаете, что вы, может быть, хотели бы знать о покупателе, какими способами заставляете его вот этими данными делиться? Ну, во-первых, стандартная история, это установка приложения, стандартная карта, анкета, она короткая, чтобы покупателю быстро можно было карту получить и воспользоваться. Дальше за счет рекламных коммуникаций, за счет, в принципе, коммуникаций с покупателями предлагаем, например, отложить товар в избранное. Мы видим, что эти товары покупателю нравятся, оставить какой-то отзыв там на товар, есть рейтинги товаров, то есть уже мы понимаем, что это покупатель с определенной корзиной, с определенной частотой покупок и вот с определенными предпочтениями в продуктах питания. Вот в этом году мы запустили проект «Экстраданные», называется. Здесь мы предлагаем покупателю в добровольном порядке по желанию оставить те данные, которые ему не жалко оставить. Есть ли у него кошечки, собачки, есть ли у него детки, какие у него хобби, как он любит отдыхать, какие товары он любит покупать. То есть этот проект позволяет дополнительно собрать данные и уже с учетом этих данных подстроить персональное предложение под этих покупателей. На сколько охотно люди таким делятся? Ну, я не могу сказать, что это какая-то массовая история, это процесс итерационный, долгий. Здесь очень много зависит от доверия. Макси доверяют, приложению доверяют. У нас, в принципе, внутри вот самой стратегии заложена история про клиентский сервис, а это в том числе история про доверие. То есть у нас стоит в магазинах сканеры, на которых можно проверить цену товара. У нас в приложении есть электронный чек, то есть всегда можно посмотреть, что и с какими скидками прошло. Ну, то есть вся вот эта история, она про то, что покупатель может нам доверять. И только когда он нам доверяет, он, конечно, согласится рассказать, что у него есть собачка или он там любит покупать творог и кефир или что-то там еще. Мы уже про поколение немножко затронули. Сейчас ритейлеры очень сильно стремятся молодую аудиторию к себе заполучить, чтобы вырастить будущих покупателей. Вы с этой историей как работаете? Ну, здесь мы, наверное, скорее двигаемся, как в целом двигается рынок. Развиваем СММ-каналы, это группы ВКонтакте, в Телеграме, закладываем сервисные истории, связанные больше вот с развитием именно молодого поколения. Но здесь важно помнить, что мы все-таки позиционируемся, Макси позиционируется как магазин для семьи. То есть мы не про индивидуализм, мы не про какие-то вот прям личные амбиции. Мы скорее там про семейные ценности, про то, что есть старшее поколение, среднее поколение, есть дети. Обо всех надо заботиться. И вот вокруг этой истории мы как раз вот выстраиваем свой сервис и через него привлекаем к себе молодое поколение, то, которое тоже ориентировано на наши ценности. А геймификацией балуетесь? У нас есть это в планах. Это сложно, да? Сделать тоже на базе мобильного приложения. Да, у нас внутренняя разработка, поэтому все может быть там не очень быстро, но вот тот же адвент-календарь в определенной степени это геймификация в приложении. Вот на Новый год у нас выйдет рекламная, механика рекламной кампании, скретч-карты электронные, которые тоже можно будет получить в мобильном приложении. То есть это определенный вид геймификации. Ну, может быть, дальше мы пойдем больше, если в этом будет смысл, но если этим будет пользоваться. Звучит, как впереди, очень много работы. Планы и фокусы вашей команды на ближайшее время? Основные. Основные, как я проговорила, стратегии сети это ориентация на удовлетворение покупательских предпочтений, клиентоориентированность. Выражается это в комбинации, в совокупном предложении сервиса, ассортимента. У нас есть пищевое производство, собственные торговые марки. И вот это все нужно правильно и вовремя донести до покупателя. Поэтому мобильное приложение – это не только основа лояльности, не только как виртуальная карта, которую можно предъявить воспользоваться какими-то преимуществами. Это еще и возможность вот эти все наши сервисные, ассортиментные уникальные преимущества донести до покупателя. То есть показать ему, что у нас есть пищевое производство, у нас есть свои торты, у нас есть свой хлеб, салаты, готовые блюда, колбасное производство. То есть цеплять туда все больше и больше. Да, да. Смысл в том, чтобы вот через вот это маркетинговое сопровождение покупатель видел, что мы развиваемся и развиваемся для того, чтобы его покупки становились более приятными, более своевременными, более выгодными. Спасибо. Мы вам от всей души желаем удачи. Спасибо большое, что вы от нас заглянули.